Добрый день, уважаемые слушатели нашего учебного центра. Меня зовут Белова Ольга и приветствую вас на нашем ежемесячном мероприятии «День карьеры». Рада видеть всех, кто сегодня присоединился к нам онлайн и также приветствую всех, кто у нас посмотрит записи. Сегодня у нас День карьеры в области недвижимости и строительства и к нам присоединилась компания этого профиля. Пару слов вначале расскажу о нашем учебном центре. Мы уже 29 лет обучаем, помогаем нашим слушателям повышать свою квалификацию, развиваться, повышать профессиональный уровень. И за это время мы обучили более 1 миллиона человек. Сегодня у нас в программе следующие компании. Тайминг примерно 10-12 минут плюс вопросы. В таком вот порядке мы пойдем. В конце наш карьерный эксперт, старший куратор проекта «Профессиональный образ» и «Чекап карьеров» в карьер Лап Алены Владимирской Карина Султанова расскажет о тенденциях рынка труда в строительстве и недвижимости. Итак, что я хотела бы вам рассказать в преддверии нашего Дня карьеры. Пару слов о нашей программе трудоустройства, в рамках которой данные Дни карьеры мы и проводим. Мы понимаем, как важно поддержать специалистов на пути их развития, становления в новой профессии, развития в текущей. Потому что когда мы обучаем наших слушателей, мы разрабатываем для вас реальные кейсы, которые помогают вам трудоустроиться на работу. Потому что сейчас для работодателей нужны не просто знания, а реальные навыки, чтобы вы уже могли что-то делать, а не просто знать, как это делать. Следующий этап нашей программы по содействию трудоустройства выпускников – это бесплатный курс «Как найти работу». На него могут записаться все, даже без учета учились вы у нас или нет. Я ссылочку кину в чат. Ближайшая группа 23-го числа целый день Ольга Юрьевна Светлышева рассказывает, как правильно искать работу, как сориентироваться на рынке труда. Потому что если вы искали работу 5 лет назад, это очень отличается от того, что происходит на рынке труда сейчас, какие требования к резюме, к собеседованию и к прохождению отбора. И если вам на данном семинаре информации не хватило, приглашаю вас к себе на консультацию, на только для тех, кто прошел у нас обучение. В индивидуальном порядке разберем, как правильно составить ваше, подкорректировать резюме, подготовиться к собеседованию, как в вашем конкретном случае, искать работу. Также мы проводим не карьеры, на которых вы сегодня присутствуете. Ближайшие для тех, кто по IT-направлению, эти вакансии мы отдельно выделяем. В отдельный день карьеры он будет у нас 31 марта. Уже есть ссылочка, можно записываться. Также приглашаю вас в наши каналы с вакансиями от наших партнеров. Это те корпоративные наши заказчики, которые отучили у нас своих сотрудников, убедились в качестве наших услуг и знают, что учим мы хорошо. Наши выпускники пользуются спросом и уже вы будете иметь преимущество перед другими кандидатами. Так что смело подписывайтесь на один из каналов. Я вам обязательно в чат скину ссылки на любой один из трех и будете все время получать свежие вакансии. Итак, сейчас я передаю слово нашему первому спикеру. Это компания Hilti. Hilti, Наталья. Так, появитесь. Сейчас, секундочку, я передам вам права. Найду вас только в чате. Я под буквкой N. В принципе, меня уже видно. Да, секундочку. Да, тут... Так, передаю права на презентацию. Так, подскажите, когда появится презентация. Да, ждем. Все появилось. Появилось. Отлично. Да, всем добрый вечер. Большое спасибо за приглашение. Меня зовут Наталья Новожилова. В Hilti я работаю чуть больше, чем пять лет и отвечаю... Я меняла свою роль в течение пяти лет. На текущий момент, в последний год, я отвечаю за процесс интеграции талантов нашей компании, за привлечение молодых специалистов и взаимодействие с ключевыми университетами, а также поддерживаю процессы по работе с технологическими платформами в области подбора персонала. Сегодня мы хотели бы вам рассказать о тех профессиональных возможностях и карьерных возможностях, которые мы предлагаем для молодых специалистов. Но для начала я хотела бы сделать такой небольшой краткий экскурс и рассказать о компании на случай, если вы о нас не слышали или, может быть, слышали, но не в деталях. Итак, собственно говоря, если говорить о том, кто мы и чем занимаемся, Hilti это действительно корпорация, потому что у нас достаточно уникальная история. Сопровождает музыка. Компания основана достаточно давно, более 75 лет назад, и мы являемся семейным трастом, который был основан братьями Мартином и Агейном Hilti. У нас работает свыше 30 тысяч сотрудников на 2021 год по всему миру, и мы представлены в 120 странах. Если говорить про нашу отраслевую направленность, то она достаточно широкая. Мы компания, которая производит оборудование и инженерные решения для таких областей и отраслей, строительства, как гражданское, объекты транспортной инфраструктуры. Мы очень много работаем с заводами и всевозможными промышленными объектами. Наши инженерные решения широко применяются на объектах спортивных сооружений, на объектах энергетики, в нефтегазовой индустрии. То есть фактически в любой области промышленного и гражданского строительства присутствует так или иначе наше оборудование или решение. Что это за решение? Многие знают нас как производителя в основном аккумуляторной техники, такое как шуруповерты, перфораторы. То есть это такой, наверное, наш короткий бизнес, как мы говорим, основной бизнес. Но на самом деле у нас очень большая линейка инженерных решений, таких как анкерная техника, монтажная система, техника прямого монтажа. И надо сказать, что мы взаимодействуем не только напрямую со строительными объектами, застройщиками, но также очень большую и весомую часть наших клиентов составляют непосредственно проектные институты, всевозможные НИИ. То есть те организации и структуры, где мы закладываем нашу продукцию инженерную на этапе проекта, на этапе согласования. Также у нас широкая линейка противопожарных систем, противопожарная химия и услуги в области консультирования, проектирования и поставки также программного обеспечения. Наши заводы находятся в девяти странах по всему миру. Надо сказать, что всю продукцию и оборудование мы импортируем из-за рубежа. Однако в России у нас есть небольшое локальное производство в городе Иваново по производству навесных вентилируемых фасадов. Также у нас есть семь центров исследования и разработок по всему миру, где мы непосредственно исследуем само применение продукта и занимаемся его разработкой и непосредственно выпуском на рынок. Если говорить про Россию, наше представительство в Москве было организовано также достаточно давно, в 93-м году. И на текущий день у нас работает чуть больше, чем тысяч сотрудников и есть офисы в различных городах России. На фотографии вы видите наш реальный офис в Москве, который в 2018 году получил премию в номинацию как лучший офис на территории России с точки зрения комфорта, взаимодействия, кросс-функционального взаимодействия между отделами и как одно из самых функциональных помещений, архитектура которого используют все наши технологии и применения. Собственно говоря, как мы реализуем наш подход с точки зрения продаж, я уже сказала вкратце, мы взаимодействуем напрямую с нашими клиентами, коими являются всевозможные строительные организации, крупнейшие строительные объекты и площадки, проектные институты. То есть у нас есть полевые сотрудники, которые на ежедневной основе находятся на территории клиентов, проводят демонстрации, проводят замеры и, соответственно, взаимодействуют с клиентами. Компания Hilti не имеет дистрибьюторскую сеть на территории России, то есть мы реализуем продукцию от прямого лица, поскольку наши сотрудники являются самыми технологически, технически подкованными и, проходя очень большое, такое объемное обучение на этапе интеграции, они могут донести напрямую в полном объеме ценности нашего продукта и нашей компании. Вкратце расскажу по проектам, не буду подробно останавливаться в силу ограниченного времени. Основные объекты, мы постоянно работаем с московским метрополитеном с точки зрения отрасли транспортного строительства и очень широко применяем наши решения. То есть фактически весь московский метрополитен построен с помощью применения технологий Hilti. В коммерческом строительстве очень много объектов Москва-Сити, но и знаковых таких башней эволюции, где применялась широко наша противопожарная защита. Также мы работаем с памятниками архитектуры и Храм Христа Спасителя, один из объектов, где применялись также наши решения по укреплению стен, куда нет, то, соответственно, это был такой тоже для нас достаточно знаковый проект. Ну и теперь несколько слов о Hilti как о работодателе. Это самая интересная часть. Мы занимаем в Европе 14 место по данным исследований 2020 года, то есть последнее исследование, которое проводилось в прошлом году, и следующее будет уже в конце 2021. 14 место в номинации «Лучший работодатель в Европе». Если говорить про привлечение молодых специалистов, то как раз-таки в категории работы с молодыми специалистами Хилти занимает место в тридцатке лучших работодателей Европы. И несколько цифр, которые вы видите на слайде. Ежегодно у нас проводится анонимный опрос уровня удовлетворенности сотрудниками работы в компании. Ну и цифры говорят сами за себя. 86% наших сотрудников горды быть частью Hilti. 93% рекомендуют Hilti как работодателя. И 93% убеждены, что залог долгосрочного успеха компании заключается в ее стратегии. Наши стратегии в первую очередь строятся на людях, то есть на ресурсах, на заботе о сотрудниках, на ценностях, которые компания пропагандирует. Теперь, переходя к возможностям на них, хочу остановиться чуть подробнее. Сегодня мы хотим рассказать вам фокусно про наши лидерские программы, которые весьма уникальны по своей структуре. Первая программа лидерская для выпускников магистратуры, она называется OutPerformer. Это программа, которая позволяет вырастить руководителей либо лидера направления за два года. То есть вы, как выпускник, после окончания вуза присоединяетесь к нам на двухгодичный тре, так сказать, который состоит из нескольких блоков или ротаций, как мы говорим в Hilti. То есть первый год вы работаете в качестве либо технического консультанта, либо полевого инженера взаимодействия с нашими клиентами на ежедневной основе, находясь на реальных строительных объектах. Далее три месяца у вас будет возможность попробовать свои силы в одном из отделов компании в любом из проектов. Это может быть проект направления HR, это может быть направление финансов, маркетинга. То есть, в общем-то, что угодно, отталкиваясь от взаимных интересов и потребностей компании. Далее шесть месяцев. Это проект в головном офисе, в штаб-квартире в Лихтенштейне. Как правило, это стратегические проекты, в основном он связан с направлением продуктового маркетинга. Соответственно, последние три месяца проекта, это любой из регионов, как правило, Восточной Европы, также работа над стратегическим проектом. Соответственно, вы работаете как полноценный сотрудник, но при этом за два года, проходя ротации в различных отделах, в различных локациях и обучаюсь параллельно в одной из лучших бизнес-школ в мире. И за два года вырастаете реально до позиции руководителя, либо лидера. Данная программа у нас уже, наверное, порядка пяти лет в компании работает. И надо сказать, что все наши выпускники этой программы сейчас уже занимают позицию либо руководителя отдела, либо заместителя директора, либо бизнес-партнера по маркетингу, либо финансам в одной из выбранных стран. И вторая программа, о которой я хочу рассказать поподробнее, это инженерная лидерская программа, уже рассчитанная на выпускников технических специальностей. И здесь она отвечается от первой программы тем, что это трехгодичный трек, который позволяет вам стать руководителем одного из инженерного направления. Соответственно, первый год вы также работаете либо как технический консультант, либо полевой инженер. Далее шесть месяцев этот проект в штаб-квартире в Москве. Шесть месяцев также в головном офисе, в одном из отделов либо разработок, либо маркетинга. И также последний год это позиция в маркетинге в Москве. И через три года вы возглавляете одно из направлений. Возможно, это технический маркетинг, возможно, это инженерный отдел, и получаете такой бесценный опыт прохождения всевозможных проектов. Также сопровождается ротация обучения в одной из лучших бизнес-школ в мире. И что важно сказать, это что каждый человек, который находится у нас на программе, имеет ментора среди топ-менеджмента нашей компании. Критерии к двум программам следующие. Немножко вернусь назад. Если мы говорим про программу от Performer, такой более коммерческий трек, это, соответственно, выпускник магистратуры, обязательный опыт работы за рубежом. Например, это какой-то экшенж-семестр во время обучения. Или, допустим, программа Work and Travel, по которой вы изучали английский язык. То есть любой международный опыт. Свободный английский язык обязательно. Что касается инженерной лидерской программы, то, безусловно, это инженерное образование. Это может быть в области машиностроения, энергетики, промышленно-гражданское строительство. Поэтому студенты в Бауманке у нас очень востребованы. Свободный английский язык также. И желание, в общем-то, работать в международной компании. И вкратце скажу, что если абстрагироваться от лидерских программ, если вы понимаете, что, допустим, вы еще не выпускник этого года, или не хватает где-то знаний или международного опыта, мы всегда открыты к стажировкам. И, соответственно, ежегодно у нас есть подбор на либо летние стажировки, либо круглогодичные в различные отделы компании. Все стажировки у нас оплачиваемые. И все имеют хорошую перспективу остаться в компании, потом уже на долгосрочные и постоянные проекты. Наталья, можно я тут сразу вопросик задам? Вот по стажировкам, по предыдущему слайду. А вот что касается этих стажировок, они как-то регламентированы у вас по возрасту? Мы рассматриваем студентов, начиная с третьего курса. Да, соответственно, третий, четвертый курс и выпускники. Для нас важно, чтобы, если мы говорим про летние стажировки, чтобы как минимум два месяца у нас сотрудник проработал на фулл-тайм, то есть 40 часов в неделю. Если мы говорим про такие более младшие курсы, дается приоритет, конечно, почему с третьего курса ребятам проще оставаться у нас после летних стажировок и по году работать парт-тайм. То есть на частичные занятости. Я немного про другое, потому что у нас есть слушатели, которые уже имеют высшее образование и приходят получать вторую профессию на наших дипломных программах. Эти дипломные программы, они проходят, так скажем, имея возможность одновременно проходить стажировку фулл-тайм. Рассматриваете ли вы такие варианты, что это будет человек уже, ну, как бы сказать, не студент, да, уже может быть там 30-35-40 лет? Или это только для студентов вузов? У нас нет возрастных критериев. Это, на самом деле, если человек готов присоединиться к стажировке, но мы должны понимать, что стажировка, это фактически начинать с нуля. Если есть готовность, то мы, конечно, открыты будем. Поэтому здесь абсолютно по возрасту у нас, безусловно, больше, наверное, массы, да, это стажеров, которые там учатся, либо вчерашние выпускники, да, но есть, конечно, разные кейсы. Поэтому в целом мы готовы, да, но надо понимать, что это с нуля, и, конечно, уровень оплаты, он для молодых, релевантен рынку молодых специалистов. Да, это понятно, просто для нас такой-то вопрос очень актуальный, потому что сейчас, в принципе, нет такой необходимости, если ты выгорел в своей профессии, работать в ней до конца жизни, и в любом случае, когда ты ее меняешь, ты берешь ответственность, что да, ты начинаешь с нуля, вот. Но бывают случаи, да, когда человек там переходит в смежную область, но мы про них не говорим. И тогда вот у нас часто есть такие запросы, когда слушатели уже в возрасте 40 иногда лет, они действительно, ну, как-то надо войти в профессию, они ищут такие места. У меня вопрос, вот эти стажировки у вас по инженерным направлениям, вот слушатели каких направлений могут на них рассчитывать? Фокус на наибольшее количество заявок у нас, безусловно, на инженерные стажировки, потому что такой профиль компании. Однако, надо сказать, что в этом году мы запускаем стажировки практически во всех направлениях компаний. Это могут быть продажи, это может быть маркетинг или ответвление маркетинга, допустим, как проект в ценообразовании. Это может быть финансы либо HR. Вот, соответственно, сейчас мы в процессе сбора заявок и потребностей от бизнеса на стажировке, мы предполагаем, что будет открыто по несколько в каждом из направлений. Ну, я надеюсь, что для наших студентов тоже будут места, и разместим вот эту информацию у нас в группах. Я очень надеюсь. Ну, и, соответственно, хотела поделиться своими контактами. Если у вас есть вопросы или вы заинтересовались, можете связаться со мной напрямую по электронной почте, да, и, соответственно, здесь есть ссылки на наш инстаграм-канал, где мы тоже анонсируем стажировки, всевозможные проекты, наборно-лидерские программы. И ссылка на страницу ВКонтакте. Наталья, большое спасибо. Если можно, продублируйте, пожалуйста, информацию из презентации в чат. Уважаемые слушатели, есть ли вопросы к Наталье? Сейчас есть время их как раз задать. Можете писать в чат. В принципе, наверное, я уже всех опередила и информацию всю спросила. И вот еще напомните, по вот этим стажировкам, которые мы с вами обсуждали сейчас, требуется ли там уровень английского? Я скажу, что 90% — да. Мы реже нанимаем без английского языка, потому что здесь надо понимать, что очень много коммуникаций с другими регионами. У нас в компании «Экспад», да, соответственно, которые предпочитают, и кто-то даже не то, что предпочитает, да, говорить на английском языке. Поэтому такой рабочий язык в компании английский, ну и, безусловно, многие стажеры взаимодействуют с коллегами из других стран и регионов, поэтому английский, как правило, это необходимость 90%. Хорошо, спасибо, услышала вас. Ну вот Марина пишет, для студентов отличный вариант, да. Уважаемые слушатели, вот сейчас Наталья тогда продублирует в чат ссылочки, да, на стажировки своей контакты, и для слушателей, которых посмотрят нас на YouTube, мы их продублируем под видео. Хорошо. Наталья, благодарю вас за участие, очень интересные варианты, будем сотрудничать. Следующий наш спикер – компания «Мосгаз», Анна Холодова. Добрый день. Да, Анна, добрый. Так, сейчас я открываю вашу презентацию. Можно начинать. Всем добрый вечер. Я сегодня вам представляю компанию «Мосгаз». Наверняка многие слышали о нашей компании. Государственная структура. Компания. Можно листать. Ольга, следующий слайд. Я сегодня вкратце вам расскажу о самом обществе, о том, как мы работаем с кадрами, как происходит обучение и развитие нашего персонала. Ну и, собственно, представлю некоторые наши вакансии, которые могут быть интересны в сфере строительства. Можно, Ольга, следующий слайд. В настоящее время «Мосгаз» является одним из крупнейших предприятий города Москвы. В прошлом году общество отметил юбилей 155 лет со дня основания. Основными нашими направлениями деятельности является оказание услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям города Москвы, а также строительства газораспределительных сетей. Коллектив акционерного общества составляет более 4000 сотрудников. Причем локализация рабочих мест находится по всей Москве. То есть офисы районных представительств по всей Москве локализованы, что удобно в том случае, если вы хотите работать в каком-то конкретном районе. В составе комплекса городского хозяйства с 2010 года «Мосгаз» реализует крупнейшую программу модернизации и надежности газового хозяйства Москвы. В планах на 2021 год у нас модернизация более 50 километров газотранспортной среды, где 3 километра по программе развития городской среды. Отдельно хочу отметить, что у нас в работе множество различных проектов актуальных. Например, из последних – это строительство большого центра ковидного в Новой Москве. И, соответственно, сейчас идет большая стройка в районе МГУ. Там строится научный центр. Поэтому «Мосгаз», несмотря на свой возраст, развивается и является одной из интереснейших компаний в Москве. Можно следующий слайд. Приоритетные наши направления деятельности – это, как я уже сказала, строительство, реконструкция, а также капитальный ремонт газовых сетей. Помимо этого, наши сотрудники производят технический надзор и приемку вновь построенных и реконструированных газопроводов. Часто к нам обращаются за техническими рекомендациями и проверку на техническое качество построенных газопроводов другие организации, которые занимаются строительством. Также у нас в списке наших направлений деятельности – это актуализация генеральной схемы газоснабжения города Москвы и разработка, естественно, перспективных планов развития. Помимо этого, обеспечение надежного, бесперебойного газоснабжения городских потребителей. Кто живет в Москве, все прекрасно знают, что достаточно набрать сейчас уже 104 или раньше 04, да, и вы попадаете в службу одного окна, где принимают заявку, там, если газом пахнет или еще что-то. Вот эти все заявки приходят к нам в центральное управление, в диспетчерскую, где оперативно отрабатываются, и в случае, если какое-то сообщение о загазовности, служба аварийной аварийки выезжает очень оперативно. Ну и, соответственно, еще одно направление деятельности – это совершенствование разработанных автоматизированных систем управления. В настоящее время практически все уже общество автоматизировано, и мы этот процесс развиваем и идем много со временем, можно так сказать. Можно следующий слайд. Вкратце хочу рассказать про кадровую и социальную политику общества. Основными направлениями нашей политики является обеспечение безопасных и комфортных условий труда, обучение и развитие персонала, социально защищенность сотрудников и членов их семей. И социально защищенность сотрудников – это действительно так. Сотрудники работают в рамках коллективного договора и профсоюзной организации, обеспеченные различными благами соответствующих профсоюзных вопросов, подарки к праздникам, 13-я зарплата, то есть вот эти вот все социальные плюшки, скажем так, как советских времен, все присутствует. Соответственно, система оплаты действующих в компании предусматривает установление должностного оклада, тарифных ставок с учетом квалификации, премирование за результаты деятельности и различные доплаты и надбавки в зависимости от условий труда. То есть переработки, работа в выходные дни, все оплачивается, и вопросов здесь никаких у нас, естественно, нет. Можно следующий слайд. Также в обществе проводится социальная политика, направленная на мотивацию сотрудников к длительной эффективной работе в компании. Тем, кто работает долго, выплачиваются различные льготы, компенсации, предоставляется санаторно-курортное обслуживание. Отдельно хочу сказать, что касается в области многодетных семей, то здесь очень много тоже дополнительных интересных вклад предоставляет компания. Ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства лучшей работники отрасли, поощряются ветеран труда газового хозяйства Москвы за долголетний добросовестный труд. Также у нас очень интересная внутренняя история, связанная с различными спортивными соревнованиями, спортивными играми. Вот сейчас у нас там туршахматный турнир проходит. То есть такая насыщенная, интересная жизнь. Условия работы центрального офиса ООО «Мосгаз» находятся на метро «Курская», кольцевая, где-то около 10 минут пешком. Соответственно, график работы в основном 5-2, работает «Мосгаз» с 8 до 5. Единственное исключение составляют строительные какие-то должности, которые имеют свой уникальный график работы, если это какое-то дежурство или еще что-то такое. Это все уточняется конкретно при трудоустройстве. Заработная плата, как я сказала, оклад, плюс, соответственно, премия. Официальное трудоустройство, оплата отпуска, больничных, ну, здесь тоже все логично. Можно следующий слайд. Одним из направлений кадровой политики является обучение и развитие персонала. В нашей программе обучения ежегодно часто только у 2000 человек. Помимо того, что одобряется дополнительное обучение, есть еще обязательное обучение, это строительные специальности, которые необходимы для выполнения работы. соответственно, система обучения сотрудников включает в себя наше внутреннее обучение на базе учебного центра Мосгаз, в Российском государственном университете нефтегаза повышение квалификации и переподготовка, а также дистанционное обучение по программе Олимпокос. Можно следующий слайд. В общем-то, основную информацию по трудоустройству я рассказала. Дальше хотел бы остановиться на некоторых наших специальностях, которые мы сегодня представляем. При этом сразу хочу оговориться, что мы будем участвовать в 31 числа, в дне карьеры, и там будем отдельно рассказывать о нашей айтишной специальности. Сегодня мы говорим про стройку, поэтому здесь строительные варианты. Значит, первое, это ведущий инженер технического отдела. Ну, в общем-то, требования и обязанности вы видите. Нам, как любой строительной организации, требуются технические специалисты, поэтому практически в каждой вакансии требуется образование высшее техническое. Нам интересны сотрудники проектной управления, то есть вот как здесь сотрудники, которые разрабатывают проектно-сметную документацию. Можно следующий слайд. Соответственно, строители. Причем нас интересуют строители любого уровня квалификации. Здесь представлена должность прораба. Это такое, как бы, объединенное предложение. То есть нас интересуют те, кто может руководить строительством, те, кто может сам самостоятельно строить, кто не боится нести ответственность за строительство газопровода. Можно следующий слайд. То есть сначала вот здесь был у нас прораб. Теперь описание ведущего инженера-строителя, который отвечает за контроль качества, контроль сроков ведения работ, формирование различной строительной документации. Ну и, естественно, на такие должности мы ждем людей уже с каким-то опытом работы. Ольга. Следующая вакансия – это инженер-проектировщик. Это люди, которые хорошо ориентируются в проектной документации и в проектах организации строительства. Могут формировать ведомости обоема работ, материалов, проводят авторский надзор за соблюдением работ в процессе строительства и требования, соответственно, проектной документации. Здесь тоже мы хотим видеть опытных людей, но при этом сразу хочу оговориться, что Мосгаз приветствует рост внутри компании. Даже если у вас нет большого опыта работы, но очень хочется развиваться в этом направлении, то всегда компания идет навстречу. И различные, возможно, различные варианты трудоустройства, в том числе и для тех, кто только начинает свой путь в строительстве и для тех, кто уже хорошо в этом разбирается и готов присоединиться к нашей команде. Можно следующий слайд. Это описание вакансии инженера-проектировщика. И здесь как раз задача этого сотрудника – это выезд на объекты, приемка построенных работ, проведение авторского надзора на всем этапе строительства, соответственно, защита документации в Мосгор-Экспертизе. Следующий. Следующая вакансия – это инженер-сметчик. Это люди, которые формируют сметы на строительно-монтажные работы, формируют, опять же, документы, проверяют исполнительные сметы, формируют акты о приемке выполненных работ, все, что связано с расчетами при строительстве и с приемкой выполненных работ в рамках расчетов. Дам. Следующая. Следующая вакансия – инженер-геодезист. Это специалисты, которые производят геодезическое сопровождение строительства, производят съемку выполненных работ, рисуют чертежи, наносят на, соответственно, изменения какие-то и так далее. Так. И дальше несколько вакансий. Можно следующую. Технических специалистов – это люди, которые непосредственно производят, работают. Я их не буду показывать, это немножко не наш профиль, я сразу к специалисту-делопроизводителю. Да, да, хорошо. Значит, да, специалист-делопроизводитель. Таких вакансий у нас тоже несколько разных. Здесь мы представили только одну, чтобы быть кратко. Но, тем не менее, нужно понимать, что для начинающих специалистов вот такого уровня вакансий тоже интересны, и их тоже у нас есть несколько различных вариантов. В данном случае нужен специалист, который готов заниматься документационным сопровождением, отрабатывать какие-то задачи в программах 1С, формировать договоры, доп. соглашения, вот это вот все. Соответственно, комплектовать презентационные материалы, раздаточные, письма, приказы. При этом мы требуем, как бы опыт работы не требуется здесь, но требуется знание программ Microsoft, Adobe, Photoshop, естественно, грамотная, устная, тисленная речь. Собственно, это основными такими большими штрихами я вам рассказала о том, какие уровни и качества специалистов нам нужны. Все вопросы вы можете задавать в группу подбора адаптации персонала Елене Денежкиной. Контакты вы ее видите. И я готова ответить на вопросы, если они у вас есть. Да, коллеги, задавайте. Ну, у вас по поводу мотивации такая загадка, знаете, нет. Это в презентации, ну, как-то от хотя бы на какая-то денежная мотивация. Вот. Она у вас фиксирована или тоже обсуждается с каждым кандидатом, как это сейчас модно? Вы знаете уровень оплаты в любой должности, независимо от того, о чем мы сейчас с вами говорили, на уровне рынка. То есть, несмотря на то, что компания государственная на 100%, тем не менее уровень зарплат достаточно высок и интересен. Что касается стабильности, то да, при приеме на работу обговаривается четкий оклад и, соответственно, дальше уровень премии для каждого сотрудника. По своему опыту хочу сказать, что премия выплачивается всегда, практически всегда в 100% объеме, исключение составляет какие-то ситуации, когда, ну, действительно, есть за что там оштрафовать сотрудника, но вот на моем опыте, я уже работаю здесь около двух лет, ни разу я не встретила, что были какие-то сложности. Вот, соответственно, оклад стабильный, премия тоже выплачивается два раза в месяц, то есть никаких подводных камней здесь нет. Ну, как бы, мне кажется, название вашей организации, оно говорит само за себя. Я еще, кстати, хочу обратить внимание, слушатели, что, допустим, хорошие варианты для тех, кто тоже отучился и нет опыта. Вот, допустим, специалист-делопроизводитель без опыта, инженер-геодезист тоже опыт не требуется. Уже как на ведущие, конечно, позиции, там, 3-6 лет, да. Вот, но вопросов я в чате не вижу. Уважаемые слушатели, как-то... Все ли понятно или просто... Просто как-то стесняетесь писать. Ну, в любом случае, контакты, да, в чат вашей организации я отправила. Спасибо большое, что приняли участие, Анна. Мы с вами встретимся 31-го числа, буду очень рада. Да, Ольга, взаимно. Но я еще буду на связи, поэтому если какие-то вопросы возникнут, я готова прокомментировать. Хорошо, договорились. Всего доброго. Вот Николай пишет вам тоже, спасибо. Итак, следующая компания Гефест. Оксана. Оксана, вы на связи? Да. Добрый день. Так, презентацию вашу открыла. Можно начинать? Да, ну, можно сразу следующий слайд. Это обложка? Так. Угу. Да, еще раз добрый вечер. Меня зовут Оксана. Я представляю компанию, проектную компанию Гефест. Мы на рынке 10 лет. В сравнении с коллегами, конечно, мы очень молодые. Несмотря на это, мы сделали уже огромные шаги в своем развитии. И на данном этапе они у нас еще больше и еще амбициознее. Компания основана в 2011-м. И цель наша – наполнить облик города качественными проектами, восхищающими своей архитектурной красотой, инженерным совершенством и высоким уровнем комфорта. Достаточно амбициозная и объемная цель. Ольга, следующий слайд, пожалуйста. Угу. На сегодняшний день компания выполняет разработку архитектурных концепций полного комплекса проектной и рабочей документации для строительства гражданского значения. Это живые комплексы, это офисные здания, это большие многофункциональные комплексы с подземной парковкой и так далее. Выполняем различные блоки документации. Это и архитектурная концепция, и проектная документация, и рабочая документация. И, собственно, мы ведем клиента от, скажем так, концепции, от эскиза до завершения строительства. Кто наш клиент? Ольга, следующий слайд. Угу. Наши заказчики. Первое – это архитектурное бюро. Здесь компания GeFest выступает в качестве комплексного субподрядчика на все разделы, кроме архитектуры. Ну, собственно, архитектуры они разрабатывают сами. Далее – это девелоперы. Здесь мы выступаем в качестве генерального проектировщика от разработки концепции до рабочей документации с авторским надзором уже на этапе строительства. И следующее – это генподрядчики. Здесь мы выступаем в качестве разработчика рабочей документации, включая авторский надзор и согласование во всех коммерческих и некоммерческих инстанциях. Таким образом, GeFest участвует в проектировании полного цикла от концепции до завершения строительства. Следующий слайд. Наша карьера. Основной принцип – это постоянное развитие. Компания в постоянном движении, постоянно автоматизирует бизнес-процессы, улучшает качество нашего продукта. И это все основано именно на улучшении знаний наших сотрудников и совершенствовании личностных качеств. О чем это говорит? Что у нас развивает? То есть у нас опыт широкого спектра. Каждый сотрудник, который работает в компании, он участвует в проектировании на всех стадиях. То есть от эскиза до авторского контроля. У нас очень большой вклад идет инвестиция в знания. Есть внутрикорпоративный центр обучения, где сотрудники изучают тот же Revit, биомоделирование, автокад и так далее. Есть свои внутренние экзамены, которые они проходят и совершенствуют свои навыки и знания в различных сферах. Очень также большой плюс, мы считаем, это собственный штат сотрудников, потому что даже придя к нам в компанию молодой сотрудник, он окружен опытными специалистами. И это обеспечивает максимально быстрое и в то же время качественное развитие навыков и знаний. Ну и собственно проектирование невозможно без технологий, инноваций и автоматизации. Мы работаем в BIM, Revit, Автокад и все процессы у нас прописаны. То есть каждый понимает, какой следующий шаг и как он будет двигаться дальше. Ну и что немаловажно, это корпоративная культура. Достаточно творческие люди, мы проводим регулярно различные мероприятия внутри компании, ведем информационный канал. Позволяет каждому сотруднику быть в курсе, что происходит, как мы двигаемся и какие цели на ближайший период. БИМ-технологии. На слайде я указала, если кому-то и слушатели будут интересны, можно скачать, отсканировать QR-код и посмотреть в YouTube-видео, как работает наш сотрудник именно в BIM, используя BIM-технологии. На сегодняшний день мы уже уверенно говорим не только о внедрении, а уже о полноценном использовании и, скажем так, улучшении качества работы наших сотрудников в BIM, в Revit. Все отделы компании, это и архитектурный, и конструкторский, и инженерный, они уже ведут совместную работу и вязку всех возможных моментов при проектировании. И, как я сказала, вы можете посмотреть очень интересное видео на YouTube, именно как мы работаем в BIM. Следующий слайд. Включил. Очень коротко о наших вакансиях. Я принципиально не стала расписывать любую вакансию, тем, кому интересно, можете посмотреть на хакантере, либо написав мне дальнейшие мои контакты. На данном этапе нам требуются сотрудники в инженерной службе. Это водоснабжение, водоотведение, отдел вентиляции и кондиционирования, электрики-автоматики и, собственно, архитекторы, конструкторы. И мы сейчас активно также развиваем, увеличиваем количество сотрудников в BIM-подразделении. Нам нужны помощники BIM-менеджеры, BIM-координаторы, собственные BIM-менеджеры. Следующий слайд. Включила. Ольга? Да, видно презентацию? Только открыты вакансии. Ижащий слайд. Ага, сейчас. Как я уже сказала, что у нас очень амбициозные планы по дальнейшему развитию компании, поэтому если бы независимо от своего опыта готовы развиваться, работать в режиме многозадачности, принимать участие в сложных проектах, потому что, как ни странно звучит, в проектировании это всегда сжатые сроки, это всегда многозадачность, и всегда нужно делать максимально быстрее, качественно. И если вы стремитесь к расширению своего собственного потенциала, это точно к нам. Мы помогаем развиваться, и мы предложим хорошие условия для реализации любого сотрудника, вне зависимости от опыта. Потому что в данном этапе открыты вакансии как инженеров третьей категории, это вот студент, именно студент, который заканчивает. Есть вакансии, которые подразумевают опытом от года, от трех, от пяти, различные варианты. Поэтому звоните, пишите, обсудим все варианты возможности сотрудничества. Так, почему-то у меня не переключается, это последний, наверное. А, нет, вот, переключается. Следующий там уже. Здесь мой электрон адрес, можно писать, направлять резюме. Да, если возможно, продублируйте его, пожалуйста, в чат, чтобы можно было скопировать. Угу, прошу. Уважаемые слушатели, есть ли вопросы? Сейчас самое время их задать. Вот Оксана рассказала очень интересный момент, что в компании требуются сотрудники, как и выпускники вузов, то есть уровень студент, так и уже опытные. Опытные. Опытные проектирования и проектирования комплексов. Так, Дмитрий, хотелось бы направить вопрос касательно смены сферы. Но вы его пока оформите, а далее у нас спикер будет Карина Султанова, и она вам, можете сюда написать, и мы его рассмотрим. Просто сейчас вопрос к работодателям. Вот так. Но вопросов нет, хорошо. Спасибо вам большое, что приняли участие. Ждем ваши вакансии. Будем обязательно их публиковать у нас на ресурсах. Тогда я передаю слово следующему спикеру. Добрый вечер. Добрый вечер. Следующий спикер у нас Карина Султанова, карьерный эксперт студии Алены Владимирской. Карина. Да, меня слышно? Да, вас сейчас слышно. Сейчас секундочку, открываю вашу презентацию. Да, презентацию. Ну вот так. Хорошо. Добрый вечер, всех рада приветствовать. Меня зовут Карина Султанова, карьерный эксперт и HR. Сейчас я работаю в лаборатории карьеры Алены Владимирской. В самом конце выступления я немножко расскажу вам подробнее о нашей лаборатории. А сейчас приступлю к тому, что поделюсь с вами, какие же тренды на рынке труда в строительстве и недвижимости на сегодняшний день существуют. Основную информацию, которую я на слайде указываю, я специально подробнее написала, чтобы она у вас осталась, и вы на нее дальше опирались. Начнем с того, что хорошо. Если раньше стройка и недвижимость обычно перекупали специалистов из одной отрасли, то сейчас кросс-индустриальные переходы становятся актуальными, в том числе из организаций, смежных организаций. При этом в пользу увеличения капитализации каждого из сотрудников, увеличения индексации прямого основного дохода сотрудников стали отказываться от расширенного социального пакета в пользу увеличения зарплаты. При этом большие возможности для разных экспертов возникают, потому что работодатели борются за сотрудников, поскольку лучшие условия труда и пытаются улучшить климат и культуру компании, как вы слышали от предыдущих спикеров, начиная от оснащения офисов, от каких-то дополнительных возможностей, которые связаны не только с ДМС, а дополнительными бонусами, мотивациями, лояльностью, повышением лояльности. Вот над чем сейчас развиваются, работают компании строительной отрасли и недвижимость. При этом к каждому из кандидатов при ассессменте, при тестировании, при оценке потенциала сотрудников особое внимание уделяется на критическое мышление, способность нестандартно мыслить, на креативность. Что еще, какие тенденции нам принес предыдущий год-год пандемии? О том, что большинство позиций в стройке были заморожены, даже в основном регионе, в Центральном федеральном округе, найм был заморожен. Целью было сохранение команд в период кризиса. Но в последнем квартале и сейчас позитивная динамика растет, поэтому актуальный набор продолжается прежде всего в продажах, в развитии рынков, партнерств, стали фокусироваться на привлечении конечного клиента, развивать сегмент DI. Бизнес начал избавляться от непродуктивных руководителей. Руководители, каких руководителей? Руководители, которые некомпетентны в своих коммуникациях, они некорректны, и при этом их профессиональная экспертиза, она не развивается, да, и поэтому у вас появились возможности у сотрудников более молодых, но с меньшим опытом, но с большим потенциалом занимать руководящие позиции. Дальше и, соответственно, на смену приходят руководители, которых инновационный подход. Вот это к предыдущей мысли о том, что выбирают сейчас людей в стройку, которые умеют нестандартно мыслить, да. Итак, компании-производители, они дополнительно углубились в изучение клиентского опыта, стали уделять внимание, большое внимание запуску новых продуктов. Что это значит? Что значит изучение клиентского опыта? Это все на стыке IT-технологий, CGM-метрики и прочее. Это взаимодействие с клиентом онлайн, да, вот как первая онлайн-ипотека, выданная, например, тем же дом-кликом для, даже на вторичном и на первичном рынке. Вот такие кейсы появляются. Эта практика взята из американских примеров, когда уже более 3-4 лет назад возникли продукты, которые позволяют демонстрировать онлайн любой объект на любой стадии строительства, да, и демонстрация 3D-моделей, 3D-экскурсии по новой квартире или по какому-то объекту и прочее. При этом это удобные платформы, в которых можно взаимодействовать, неважно, с B2B или с B2C клиентом. При этом клиентский опыт, изучение клиентского опыта, он подразумевает глубинную аналитику, да, под аналитикой здесь опять-таки подразумеваются большие данные. При этом ценообразование – это тот тренд, который будет сохраняться всегда. Почему? Потому что борьба за клиента в строительстве и в недвижимости – это краеугольный камень, фактор успеха, востребованности, поэтому компании борются за предложением по лучшей цене, лучшее качество, и поэтому нужны продуктологи, да, идеи, которые могут предложить, как мы можем, какой объект мы создаем, какие материалы мы используем и как мы проектируем, какие команды мы создаем, какие технологии в строительстве мы используем для того, чтобы цена нашего продукта снижалась, востребованность увеличивалась, и здесь очень сложная такая работа, и требования к специалистам, соответственно, в этой области она очень высокая. В 2020 году и в текущем году, в начале этого года востребованы аналитики, экспертные оценщики и те, кто понимает тенденции рынка, особенно ведение переговоров. По ведению переговоров ожидания от уровня ведения этих переговоров, от используемых инструментов коммуникации, очень сильно изменились и возросли. Что же, кого же ищут прежде всего? Прежде всего, Ольга, пожалуйста, следующий слайд. Кого же прежде всего ищут в отрасли? Менеджеры по развитию продаж в странах СНГ. Почему? Потому что экспансия СНГ, она началась вот еще в конце 2019 года и продолжается по настоящее время. И с появлением кризиса, эта экспансия, потребность в этой экспансии, она увеличилась. И увеличились, ну, то есть компании, они, очень много российских компаний, в том числе международных, которые раньше не ставили своей целью довоевывать этот рынок, у них получилось на него выйти, и теперь они хотят стать лидерами в этом регионе. Поэтому прежде всего, конечно же, берут и нанимают экспертов по продажам, но продажи, вы должны понимать, опять-таки, они связаны не только с классическими продажами, а как наладить продажи в диджитал-каналах, да, и, соответственно, люди с таким бэкграундом, они очень-очень востребованы, которые понимают, какие есть технологии онлайн-продаж в B2B и в B2C. Особенно интересно в этом направлении специалисты с опытом реализации продукты в объектном и проектном каналах. Отсюда же некие продакт-менеджеры, да, которые могут упаковать то или иное предложение на рынке строительства в особый продукт, либо продукт-услугу под ключ, как особенно сейчас становится модным, когда сдается объект, например, есть такой термин КЖЦ, да, в котором подразумевается, что тот провайдер, который сдает объект в эксплуатацию, который в то же время он обеспечивает дальнейшую техническую какую-то поддержку, ремонтные услуги и прочее, что очень сильно облегчает использование этого объекта, потому что нет перекладывания ответственности с одного подрядчика на другого, да, с одного юридического лица на другое, и это значительно удешевляет стоимость продукции. Поэтому нестандартные продуктовые решения в строительстве, они востребованы. Дальше отсюда вытекает потребность в особом маркетинге и, как я ранее говорила, по ценообразованию. По ценообразованию еще одним из факторов явилось то, что курсы валюты, они меняются, поэтому меняются клиентские подходы в сервисе, и все это взаимосвязано, и поэтому над ценообразованием нужно постоянно работать, удерживать и пытаться находить лазейки по удешевлению. Ну и, конечно же, опять-таки повторюсь, вот стратегические аналитики, аналитики больших данных, data scientists, BI-аналитики, это все те люди, которые очень-очень-очень востребованы в этой индустрии. Вот. Это то, что я хотела рассказать вам о трендах. Немножко расскажу о лаборатории. В лаборатории мы занимаемся прежде всего развитием осознанности по управлению своей карьерой. У нас есть такой продукт, как карьерный чекап, который позволяет вам, как вы приходите как к доктору, да, и проверяете, каково состояние вашего организма, так и с карьерой. Мы вам рассказываем, какие у вас есть возможности роста, какие есть ограничители в вашей карьере, и как вы можете расти и прочее. К нам в лаборатории вы можете обратиться с любым вопросом бесплатно, например, написать на мой электронный адрес, и я отвечу на любой ваш карьерный вопрос. Сейчас ссылочку в чатик сброшу. Дальше у нас, чем мы еще полезны? У нас есть прекрасный сервис, он называется FACANSI. Это подписка на рассылку актуальных вакансий, но которые мы собираем вручную, более чем из 300 источников, и рассылка приходит вам еженедельно, релевантная вашему опыту, и плюс она настолько умная, что она вам показывает, какие у вас еще есть возможности на рынке в смежных профессиях, в смежных функциях, и куда вы точно могли бы посмотреть и задуматься над тем, куда вы можете перейти. Если у вас есть какие-то вопросы сейчас по карьере или по текущей теме, я буду рада ответить. Присылайте в чатик или задавайте устно. Да, коллеги, я вам предлагаю воспользоваться такой возможностью. Пока вы свои вопросы формулируете, хочу вам также прокомментировать информацию, которую я отправила вам в чат. Хочу обратить ваше внимание, что вы можете воспользоваться также бесплатной консультацией наших менеджеров по профессиональному развитию. Чтобы ей воспользоваться, надо заполнить вот такую форму, и там указать промокод «Иду вперед», вам обязательно перезвонят, либо можете позвонить и по нашему телефону, и сказать этот промокод, обязательно менеджер вас проконсультирует. То есть, если у вас уже есть какая-то карьерная цель, очень важно ее распланировать, важно себе обозначить конкретные сроки, что и как вы будете к ней идти. И можно сказать, что любая карьерная цель – это новые навыки прежде всего. Наш менеджер с удовольствием с вами пообщается по этому поводу и поможет вам такой план составить. Так, Дмитрий пишет. Карина, вот у меня как раз будет вопрос о возможных смежных сферах. Я вам тогда напишу. Да, Дмитрий, отлично. Я рада, что вы нашли специалист. Я ответила. Дмитрию почему-то ушел ответ в личные сообщения. Я надеюсь, что мы припишем. Пишите все, не стесняйтесь. Я буду рада ответить. Это абсолютно бесплатно. На что я обращаю внимание. Чем шире вы напишите свой запрос, тем качественнее я смогу на него вам ответить. Хорошо? Есть ли еще какие-то вопросы или будем с вами заканчивать? Напишите, пожалуйста, в чат, как был ли полезен сегодня день карьеры. Узнали вы для себя что-то, какие-то интересные вакансии. Помог ли вам он сориентироваться на рынке труда. Судя по сегодняшнему дню карьеры, я вижу, что строительная отрасль, она очень динамично сейчас набирает новых сотрудников. Предоставляет достаточно хорошие условия, готовы рассматривать людей как с опытом, так и без, и предоставляет программу стажиров. На мой взгляд, очень позитивная тенденция и есть такая хорошая перспектива в этой отрасли оставаться и развиваться. Как на ваш взгляд, Карина? Безусловно, безусловно, отрасль, которая, конечно, она периодически, она очень сильно зависит от экономических условий мировых, но, тем не менее, это отрасль, которая очень сильно развивается и развивается в сторону технологий, поэтому переходить в нее точно полезно и точно из этой отрасли потом тоже можно быть востребованным и в промышленно других компаниях, в инновационных компаниях. Поэтому я рекомендую, если вам интересно, есть какие-то дополнительные вопросы или сомнения по этой индустрии в том числе, можете задавать вопросы. Вообще сейчас, ну, если говорить в общем, нет такого тренда, как раньше. Вот вы работаете в одной индустрии, вас отрасляют только с этой индустрией. И как прекрасно заметили вот предыдущие коллеги, всегда есть возможность, во-первых, внутри себя попробовать на новых позициях. И эта возможность предоставляется. Соответственно, человек, у которого есть кросс-функциональный опыт, он и в других индустриях будет интересен, потому что это, ну, условно, универсальный боец, который много чего видел. Но ваша задача всегда выделить наиболее те задачи, которые вы выполняете в большей степени хорошо. И тогда делать эту зону своей зоной экспертизы, которую вы наращиваете и становитесь лидером мнения, своего рода лидером мнения в этом направлении. Давайте я вам еще, может быть, небольшое такое напутствие дам, о чем вам обязательно нужно думать с сегодняшнего дня, если вы еще об этом не думали. Вам обязательно нужно развивать нетворк. Как он развивается? Есть много платформ, которые помогают развивать нетворк как в своей индустрии, так и в других индустриях, тире-функты. Дальше. Нужно задумываться о своем личном бренде, вести свои социальные сети, в Facebook и в LinkedIn, по которым можно вас отождествить с вашей профессией, с вашей индустрией, о том, что вы понимаете тренды, о том, что вы, в каких проектах вы участвуете. Это must have. Почему? Почему? Это ваша страховка в двух вещах. От невостребованности в будущем, от того, чтобы не стать незаметным, да, как многие уходят в тень, в тени очень высококлассные специалисты, о которых никто не знает, кроме очень узкого круга людей. И третье. Никто никогда не сможет обесценить те задачи, те достижения, которые вы сделали, если вы их зафиксируете в том же LinkedIn, понимаете. Вот. Это, наверное, вот очень важные вещи, над которыми нужно думать и работать хотя бы раз в месяц. Пожалуйста. Карина, спасибо вам большое за напутствие, спасибо за контакты, что вы такую возможность предоставляете нашим слушателям. Вот такой еще один бонус, да. Итак, ну, вопросов в чате я не вижу. Тогда я сейчас прощаюсь со зрителями, которые посмотрят на записи, останавливаю запись. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.